Узнаете эту комнату? Я здесь раньше сидел, теперь она уже ремонтируется вовсю. Ну и сегодня у нас с вами вопрос-ответ. Надо пойти только барабаны сделать и занятия это провести. Таймлапсы я снимать не стал, просто смотрите, что получается. Это Ирина ученица, Юля играла, которой 10 лет сейчас. Давайте сейчас посмотрим, какие вопросы вы там задавали. Сейчас зашел в YouTube. Посмотрим, что тут интересное у нас есть. Вот это целое сочинение. Спасибо огромное за твою работу, трату времени на нас. Жаль, большая часть аудитории неблагодарная. Ты буквально даешь людям возможность стать и звучать как их кумиры, а они не могут даже лайк поставить на стриме. Кстати, да, ребят, я вот на основном канале попросил ставить лайки, чтобы канал поднимать и писать какие-то комментарии, потому что, я думаю, вы все прекрасно понимаете, что лайки и комментарии просто поднимают статистику канала, и, соответственно, больше народу узнает о канале. Блин, мне эта фигня бесит. Второй день уже болит. Просто смотрю западных блогеров Джареда с ТВТ, Роб Скалона, Лео из Фроглип Студия. Большая аудитория, довольные зрители, но у них более развлекательный контент. Почему твоя работа и вклад в музыку и ее продвижение в стране так малозначимо? По причине того, что у нас народ до сих пор думает, что музыка это легко. То есть все считают, что занятие музыкой это максимально какая-то быстрая, легкая вещь, которая изучается очень быстро и можно быстро достичь каких-то нереальных результатов. И, соответственно, по этой же самой причине у нас народ музыку не покупает. Соответственно, уважение к музыкантам практически никакого. Хотя у нас каждый второй диванный эксперт как бы имеет свое мнение профессиональное. Ну вот, поэтому так это все и заканчивается. Как ты считаешь, на каком языке лучше петь начинающей группе в России? И еще расскажи, почему Fiend выбрали именно английский язык. Ну, опять же, вот только что я говорил на тему покупки музыки. Потому что англоязычная музыка нам приносит хотя бы какие-то деньги с продаж альбомов. Это очень простой ответ на очень простой вопрос. И меня неоднократно об этом спрашивали. Потому что у нас принято, что, типа, если ты забугорный музыкант, то это круто. Если ты не забугорный музыкант и ты выступаешь на разогреве, то ты говно. О, я тут смотрю, прям целая война и мир написано. Наверное, каждый музыкант сталкивается на своем пути со сложностями в подборе других музыкантов для своего проекта. Кто-то не хочет играть свои песни, кто-то игнорирует репы. Но самое страшное, когда в человеке нет мотивации. И каждый решает эту проблему по-своему. Наблюдая за своими друзьями-музыкантами, я вижу, как многие классные группы просто сдаются в итоге. Можно бегать за всеми с автоматом, можно упрашивать, можно нанять каждому персонального психолога. Можно быть строгим диктатором или наоборот сосюкаться с каждым, как мамочка. Но все равно человеческий фактор иногда здорово все портит. Интересно послушать, как с этим справлялся Лео в самом начале, когда особо не искал выбрать, когда еще толком ничего не умеешь и не можешь себе позволить расшириваться людьми. Много ли бы повидал неадеквата, были ли нелепые казусы, обиды, потраченные в пустое время на попытки собрать всех вместе? Где искал музыканта, по каким критериям их выбирал, как скоро становилось понятно, упутимым или нет? Ну, мы с Ирой с 2009 года сменили, наверное, человек 15 или 20 музыкантов. На эту тему тебе лучше посмотреть Fian Memories, в котором я рассказал историю с 2005 года по 2011, по-моему. И вот скоро собираюсь еще одну серию снять. Такое вот. Они у меня есть на странице ВКонтакте и на канале Академии. Сто пудов есть, там очень интересные прям вот интервью-подобные такие видосы. Как ты пришел к осознанию того, что ты хочешь зарабатывать на том, чем ты сейчас занимаешься и как много усилий систематически прилагал для этого? Ну, практически все усилия, которые были, потому что это 2009 год, наверное, самый переломный момент был, когда я уже полностью упоролся в музыкальную тему и просто отступать было некуда. Мне просто ни на что другое времени не хватало. Я занимался нашей реп-базой, я занимался со своими учениками, то есть уже просто некуда было деваться, поэтому это как-то само, знаешь, съелось. То есть просто к этому надо идти и время какое-то, видимо, потратить на то, чтобы это само начало приносить какие-то финансы. Вот. Я таких людей ни одного человека знаю, которые, занимаясь каким-то любимым делом, в какой-то момент превращают его в хобби-работу, которая приносит им деньги. Вот. Буквально вот на днях Саша, который Alex Nightmare, мне написал, сказал, что его попросили снять какие-то там видосики для кого-то там за денежку. У него на канале там 1500 подписчиков, а к нему уже обращаются, чтобы он хороший ролик какой-то снял. Вот тебе, пожалуйста, результат работы. Это маленький-маленький такой вот шажочек. Что могло бы тебя заставить перестать преподавать вокал? Не падай. Я думаю, что даже инопланетное вторжение меня не особо остановит. Я люблю вот такие вот вопросы, когда человек задает вопрос про школу. Как в нее попасть? В описании есть ссылочка на паблик школы, скорее всего, или сайт hellscreamacademy.com. Там есть кнопочка, которая называется «Записаться на занятия». В общем, ставьте лайки, пишите в комментариях свои вопросы, просто спрашивайте, что вам интересно, и увидимся завтра. Субтитры подогнал «Симон»